С контролем. Добрый день, девочки и мальчики. Приятно видеть вас здесь. Вы пришли на занятия по чтению на иврите. Мы читаем по пятницам учебник для школьного ульпана, часть Гимель. Сегодня у нас седьмое занятие по темам этого учебника. И мы с вами читаем страницу 32-34. Была словарная работа. Все, кто хотели заранее подготовиться, могли найти ее в нашей школе свободных наук в нашем чате Иврит. И эти слова, которые нам необходимы были для новых тем, новых статей, они были опубликованы. Я предлагаю вам сейчас читать продолжение диалогов, которые были на предыдущем занятии. И эти диалоги между участниками и теми туристами, которых они встретили во время путешествия на Кинерет. Итак, у нас первым записан Марк, но он пока не отозвался. Марк, ты можешь открыть микрофон и сказать, хочешь ли ты читать? Да. Хорошо. Сейчас я только спрошу, есть ли у нас сегодня кто-то новый, кто-то пришел. Мне казалось, два человека должны были зайти. Нет? Нет. Марк, ты читаешь первым. Пожалуйста, читай то, что говорит мальчик Ури, который рассказывает нам о путешествиях всей группы. Пожалуйста. Подождите, у меня это просто планшет, я не вижу, какая голосовка под буквой Р. Буква Рэйш, под ней А. Ра. Ра-цити-лиш-хот-рохот. Обращаю внимание. Лис-хот. Лис-хот-рохот. Немножко погромче, если можно, читай. Я расслышала. Расслышали ли дети? Я не знаю. Я повторю, и мы переведем все слова. Ра-цити-лиш-хот-рохок. Лис-хот-это плавать в воде. Рыбы плавают в воде, люди плавают в воде. На предыдущей странице мы читали другой глагол, который говорит о том, как плавают лодки на поверхности воды. А здесь нам мальчик говорит. Я хотел поплыть далеко. А Валь Гиди, но Гиди, Гиди это зовут Мадриха, Вожатова, Лё Иршали не разрешил мне. Если вы хотите какое-то слово записать, которое вы не знаете, пожалуйста, записывайте, делайте себе личный маленький словарик, чтобы потом не пришлось время тратить на поиски этого слова в переводе. Марк, спасибо. Ты читал хорошо. И мы продолжаем вместе с Эстер. Пожалуйста, Эстер, у нас есть диалог. Я, Эль. Тир, Э, 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 З, О, Эль, Гадоль. Рам. Па, А, 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 Я, Шан, Ти, И, М, О, Рай. О, Рай. Б, О, Эль, К, З, А, 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 Хо. А, 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 Хо. Хорошо. Эстер нам прочитала диалог. Я, Эль, это, вероятно, девочка или девушка. А, Рам, мальчик. Это их имена. Девочка говорит. Тир, Э, Эйзе, О, Х, О, Эль, Гадоль. Посмотри, это в мужском роде будущее время. Ты посмотри, Рам, Эйзе, какая большая палатка. О, Эль, это палатка или шалаш, а Гадоль большой размер. Рам отвечает. Паам, Яшанти, когда-то. Слово Паам я вам советую сделать отдельным листочком. Напишите название сверху слова Паам, глагол. А потом записывайте предложения, в которых вы это слово встретили. Паам Яшанти. Когда-то я ночевал им Горай с моими родителями Б.О.Л.К.З. в такой палатке Аль-Ахов на берегу моря. Итак, у нас зашли несколько человек. Я пока еще не вижу. Максим, пожалуйста, открой. А, он еще заходит. Кто еще тут зашел? Сейчас я посмотрю. Сейчас, минуточку. У нас уже тут семь участников, но я так не всех вижу. Максим, это все остальные мы, да? Максим заходит только. Итак, читай, пожалуйста. Ой, извините, я не перелеснула. Так, Милана, пожалуйста, читай следующий диалог. Подожди, подожди, нет, не торопись. Ты прочитала это предложение. Как-то ты немножко затруднялась читать слова, поэтому я прошу тебя сделать перевод первого предложения по словам. Акинерит – это палатка. Так, итак, Ури, говорит Ури, Мира, ты номер три по нашему списку. Максим так и не открывается. Максим, пожалуйста, покажи свой, открой свой, свое видео, видеокамеру. Максим, ты меня слышишь? Открой, пожалуйста, видеокамеру и микрофон. Скажи, кто ты? Максим, только я сейчас болею, я не могу слушать камеру. А, Максим, ты хочешь слушать, правильно я поняла? Твоя мама мне сегодня писала, да? Да. Хорошо, Максим, я тебя записываю как слушателя и советую внимательно слушать, потому что здесь мы будем переводить и объяснять все. Поняла тебя? Хорошо. Итак, мы с Миланой. Я могу тоже читать? Что? Я могу тоже читать. Так, ну, если ты можешь, то, пожалуйста, записать тебя в читатели? Да. Хорошо, ты будешь номер пять, Максим. Так, и еще кто-то заходит, я пока... Так, это у нас записано. Мира записана. Итак, сейчас мы с Миланой читаем первое предложение, фразу, которую говорит Ури. А, Кинерет, Кольках, Шкета. Как ты это переведешь, Милана? Кинерет, это, кажется, озеро. Да, правильно, это название озера. Кольках, это... Можно Кольках перевозить вместе со словом Шкета. Шкета, это спокойный. Слово Кинерет женского рода. Если на русский переводим озеро, это какой-то, получается, другой род. Но тут все написано в женском роде. Кинерет Шкета. Кольках Шкета. Кинерет так тиха. То есть озеро Кинерет не дает никаких волн, не дает никаких шумов. Очень спокойное. Кольках так спокойно. Вот это выражение Кольках, оно переводится в зависимости от ситуации, в которой мы его встречаем. И дальше Эйн Бихляль Галим Ахшав. Как ты это переведешь? Даже нету, даже нету волн. Ахшав, то есть сейчас Бихляль совсем нет волн. Почему Милана переводит сама? Потому что она уже много лет учится в израильской школе, и она вам дает пример чтения и пример перевода. Не всегда некоторые слова можно переводить одинаково, поэтому я советовала бы записывать, как это нужно читать или переводить. Хорошо, Милана, спасибо. Теперь, пожалуйста, Мира. Ты читаешь, что говорит Гиди. Гиди Ури Аль Тиш Хэ Тис Хэ Рахок Ки Фтаом Ит Ом Ит Ом Ит Ом И Кула. Е, посмотри, буква Ют, она очень значимая, и обязательно ее читать, как звук Й. Е, хо, ля. Дальше, пожалуйста, Мира. Давай вместе с тобой еще раз прочитаем, потому что некоторые слова неправильно прочитаны, и мы их неправильно поймем. Ты после меня читай. Гиди – это мальчик, который в воде. Гиди – это мальчик, который в воде. А Гиди – это их мадрих, то есть вожатый. Он наблюдает, чтобы с детьми ничего не случилось. Он уже взрослый парень, и он их сюда привез, и он за них отвечает. Итак, Гиди говорит Ури, обращается к мальчику. Мы читали только что, что Ури пожаловался. Гиди не разрешил ему плавать далеко. И вот это выражение Аль-Тис-Хэ – не плыви далеко. Почему он ему сказал, нельзя плыть далеко? Ки – потому что, слово ки в данном случае можно перевести, потому что, питом – вдруг неожиданно. Ехоля-ле-атхили-по-сэ-ара. Может начаться здесь сэ-ра – это буря. То есть сильный ветер может подняться, и этот ветер поднимет сильные волны. Мы видим вначале, Ури сказал, что Что в данный момент совсем нет волн, поэтому он хотел плыть дальше. Но, как выясняется, на озере Кенерет бывают внезапные бури. Питом – то есть вдруг внезапно. Ехоля-ле-атхиль-сэ-ара. В какое-то время неожиданно может вдруг начаться буря. Есть ли какие-то вопросы, пожалуйста, говорите. Может быть, что-то нужно дополнительно объяснить. Я могу это сделать. Я советую записывать, но если вы сами решаете, надо вам это или нет. Спасибо, Мира. Теперь, пожалуйста, Максим, попробуй читать. Не очень громко. Если у тебя болит горло, то потихоньку. Юваль. Юваль. Уф. Уф. Ешкан. Авнем. Аваним. Аваним. Хадут. Хадут. Остановимся. Ты дочитаешь это предложение, конечно. Просто я хочу, чтобы мы с тобой повторили некоторые слова. Юваль. Юваль – это мальчик, который идёт по берегу. По берегу, видишь? Он говорит уф. Ну, или ов. Ой, можно сказать, как если бы мы сказали. Еш. Есть. Кан. Здесь. Аваним. Камни. Какие камни? Хадут. Острые. Обращаем внимание здесь на слово «эвен». Это единственное число слова «камень Эвен». Множественное число «аваним». Но слово «эвен» женского рода. Поэтому предлагательное «хадот». «Хад» – это один острый, «хадот» – много острых. Это исключение, которое говорит о том, что мы не всегда сразу можем найти признаки женского рода в некоторых существительных. Итак, ури идёт по берегу и вздыхает. Уф. Еш. Кан. Аваним. Хадот. Пожалуйста, дальше, Максим. Пожалуйста, попробуй сам перевести. Знаешь ли ты все эти слова? Я не могу идти. Да, я не могу идти. Не могу идти по этому берегу, потому что острые камни. Ну, я не думаю, что тебе дальше надо напрягать голос, поэтому кто-то другой сейчас будет читать. Хорошо? Нормально, нормально. Будешь читать? Да. Пожалуйста, что говорит Дани? Это второй мальчик, который здесь находится. Дани. Угу. Аль. Телех. Яхэф. Яхэф. Остановимся. Не ходи или не гуляй. Аль Телех – это говорит Дани, босой. Яхэф – это босый. Посмотрите, он не надел на ноги никакой обуви. Дани ему говорит, если тут острые камни, ты не можешь идти. Аль Телех. Аль Телех Яхэф. Аль Телех Яхэф. Дальше, пожалуйста, Максим. Будешь читать, Максим? Итамлут. 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 Правильно. Итамлут – это другое название спорта. Одно из названий. Вы можете сказать на иврите «на аллея спорт» или «на аллея Итамлут». Слово «спорт» – это не ивритское, но оно вошло в словарный состав языка. А Итамлут – это как раз слово, которое из корня «айн мем ламет», которое говорит о том, что тренироваться, делать какие-то упражнения. Итак, мы слышим и мы помним, что когда было объявление о сборах на эту экскурсию, обязательным условием было иметь «на аллея спорт», то есть спортивную обувь. Для чего? Именно для того, чтобы ходить по берегу, где есть много камней. Итак, вы можете записать себе слово «яхэф» – босой, без обуви. И мы видим здесь два глагола, которые стоят в будущем времени. Телех ве тин аль. В иврите для каждой части одежды есть свой глагол. Обувь – лин оль. На аль – лин оль. На аляем – лин оль. То есть обувь – обувь. А если одежда, то ля вуш. Если надо одеть шапку, головной убор, то есть глагол для шапки отдельный. Как мы его встретим, я вам его подчеркну специально, чтобы вы могли его записать. Теперь я вам предлагаю записать эти два глагола. Ля лехет и лин оль – обуваться и ходить. Приставка «те» – это приставка для будущего времени. Второе лицо «ты не ходи», «ты обуйся» – для мальчика. Итак, мы прочитали с вами ещё один диалог и продвигаемся к следующему. Теперь мы видим других людей. Пожалуйста, Эмилия, читай эту строчку, которую я показываю. Это такая девочка с фотоаппаратом. Таяр – это турист. Посмотри, минуточку, Эмилия. Таяр – это не имя. Таяр – это название турист, экскурсант. Человек, который приехал в страну познакомиться с ней. Поэтому он не знает никаких её правил. И он спрашивает. Его просто называют Таяр. Ему не дают никакого имени. Он здесь оказался случайно среди нашей компании. Итак, он спрашивает. Слихай, Ладим. Что он говорит, Эмилия? Извините, дети. Что? Извините. Простите, ребята, дети. Есть тут автобус. Ле-Хайфа. Ле-Хайфа. Это на море? А, нет. Посмотри, Хайфа – это название. Да, пожалуйста, Эстер. Это название города. Города. И если мы говорим, ешь по автобус. Ле-Хайфа. То есть в Хайфу. Или на Хайфу, как иногда бы сказали по-русски. Здесь есть автобус на озеро? Или на остановку? На город такой-то? И вот он эту фразу и сказал. Хорошо. Спасибо, Эмилия. Теперь, пожалуйста, Марк, откликнись и посмотри на следующее предложение. Что же ответила девочка, которую зовут Дафна, на вопрос туриста? Окей. Дафна. Спасибо, Марк. Так, мы с тобой уже знаем, что Тайар – это турист, а Тайарим – это туристы. Так, что же сказала девочка в ответ? Анахну ле-йод им. Мы не знаем. Тоже мы туристы. Гам, анахну – мы тоже туристы. Или и мы туристы. Потому что слово «гам» можно и как предлог перевести, можно и как тоже. Также это зависит от того, что спрашивается и как описывается в этом тексте. Спасибо, Марк. Теперь, пожалуйста, Эстер, прочитай следующую фразу. Тут уже не диалог, а одна девочка говорит. Как её зовут девочку? Гавоа. Вот здесь не видно, потому что эта картинка, я её немножечко обрезала, чтобы мы могли увеличить на экране текст, и она показывает на высокое здание. И что она говорит? Эйз, Милон, Гавоа. Слово «милон» – это? Большой. Эстер. Милон – это гостиница. Ой, Милон, Малон. Малон, Малон – гостиница. Милон – это вообще другое слово. Эйз, Малон, Гавоа. Какой большой, высокий, какая высокая гостиница. Дальше, пожалуйста, что она говорит? Читай, Эстер. Аити, Ротса, Легур, Легур, Бэмалон, Казэ. Казэ. Выражение «аити, Ротса», оно переводится как «я бы хотела». Аити, Ротса – эти два слова надо переводить вместе. Я бы хотела, Легур. Что этот глагол обозначает, Эстер? Легур, проживать. Гар, вы, наверное, сто раз говорили. Ани, Гара, Ба, Ир, Тель-Авив, к примеру. Правда? Этот глагол. Но я вообще на Фагалили. Где? На Фагалили. Хорошо. Можно «лагур» так сказать, где бы ты ни жила, не проживала, а глагол этот же самый остаётся, правда? Аити, Ротсе, Легур, Бамалон. Азэ. Я бы хотела жить в этом городе. Если вам неизвестно слово «малон», то записывайте его. И выражение «аити, Ротсе», «я бы хотела», «ротса», «хотел», «хотела», в зависимости от того, как вы поставите глагол «лерцот». «Лерцот» – это неопределённая форма глагола, и в нём есть много изменений, когда он превращается в прошедшее будущее и настоящее время. Итак, мы переходим к вами, с вами как раз к грамматической форме. Грамматическая форма «аити, Ро, Цэ» или «ро, Ца», в зависимости от рода. Девочка говорит «аити, Ро, Ца», как вы сейчас там видели, а мальчик «аити, Ро, Ца». И это мы будем сейчас пытаться освоить. Итак, Мира, читай, пожалуйста, задание, которое здесь написано голубеньким таким. Китву, ба-мах-бэрет, ма-хи-тэм. А-хи-тэм, это буква гэй, а-хи-тэм. Ро-цим, ла-я-шот, ла-шот, ла-шот, ба-ки-на-рэд. Ки-не-рэд. Посмотри, одинаковые огласовки, да, три точечки здесь и три точечки тут. И это звуки «е» или «э», как вы их произносите. Итак, девочка, девочка, нас спрашивают, что мы можем написать или предлагают нам написать. Слово «китву» напишите. Ба-мах-бэрет, в тетради. Ма-а-итэм, что бы вы хотели делать на кинэрити. Ма-а-итэм, ха-итэм, ру-цим, вы бы хотели. Ру-цим, это множественное число. У нас было ру-це, ру-ца, а здесь ру-цим, что бы вы хотели делать на кинэрити. Пожалуйста, Максим, попробуй прочитать следующее распоряжение, которое нам дают при упражнении. Будешь читать, Максим? Не забудь открыть микрофон. Не знаю ли он меня слышит. Все закрыли свои видеокамеры, и я не вижу никого и не могу поэтому знать, или Максим нас слушает, или не слушает. Так, теперь пришёл Марк, как я вижу, правильно? Марк, так, ты здесь с нами, это хорошо, что ты открыл себя. Максим не отвечает, значит, будет читать, будет читать. А, ты тут? Пожалуйста, тогда читай вот эту строчку, которую я показываю. Что нам упражнение нужно в нём сделать? Эфшар. Максим, я тебе предлагаю и советую читать по слогам. Если ты не видишь сразу всё слово, это нормально сейчас в твоём положении, потому что вы только не так давно стали читать не учебники, хотя это тоже учебник, но уже такую литературу, которая для старших школьников. И поэтому не все слова вы ещё можете распознавать сразу. Когда вы читаете по слогам, у вас получается слитное слово, а не скачками. Произнес слово, подумал, подумал, ещё одно слово произнёс, опять подумал, подумал. А так получается. Эфшар. Ле-иш-та-мэш. Ба-ми-лим. Ше-ба-да-гим. Правильно я произнесла. Вы каждое слово поняли? Правда? И я их читала медленно, но у меня получалось сразу целое слово. Итак, попробуй, Максим, прочитать дугма. Дугма – это пример. Что нам показывают в примере? Читай. Хаити-руца-лише-ху. Лис-хот-бэ-ки-нэрит. И нэрит. Аити-руце-лисхот-бэ-ки-нэрит, если ты про себя говоришь. И нам предлагают использовать те выражения, которые написаны. Это упражнение надо сделать, и нам дают примеры, какие можно сказать предложения, добавляя сначала аити-руца или аити-руца для девочки и добавляя само предложение. Кто из вас умеет читать без огласовок? Я умею. Пожалуйста, попробуй прочитать вот где. Да, умею. Хорошо, хорошо. Лис-хот-бэ-ки-нэрит. Лис-хот-бэ-ки-нэрит. Дальше. Ла-ти-л-ал-хо-ф. Ле-та-ель. Ле-та-ель-л-хо-ф, я перепутала. Аль-а-хо-ф, буква Г стоит тут не зря, она обозначает предлог, который нельзя пропускать. Так, пожалуйста, Милана, прочитай ещё это предложение, какое можно составить. Ле-та-сова вани-мэ-ю-хо-дот. Мэ-ю-хо-дот. Я тебе, Милана, и вам, дети, подскажу одно из такое правило. Если вы видите букву Алиф в глаголе, то можете заранее знать, что она будет огласована звуком Э. Ле-э-сов. Ле-э-холь. То есть тут будет два раза звук Э. Ле-э-сов. А ваним. Мэ-ю-хо-дот. Слово Эвен, мы только что с вами говорили, что это действительно женского рода, поэтому мэ-ю-хо-дот. Скажи, пожалуйста, Милана, перевод. Если ты скажешь, я хотела, я бы хотела, и дальше что она бы хотела делать, ты бы хотела делать? Я бы собирал, собирать, а ваним, камни странные, мэ-ю-хо-дот. Мэ-ю-хо-дот какие-нибудь особенные. Не обязательно это странные. Особенные это может быть по форме, может быть по величине, или может быть в ней дырочка в этом Эвене есть. Итак, хорошо, пожалуйста, Эмилия, ты прочитай какое-то выражение. Милан, Бэ-милан. Милан, Бэ-милан. А эти Ро-цэ-ли-йот-ба-милан. Ага, дальше Ли. Ля-ла-шут-ба-сира. Ля-ла-шут-ба-сира. Ля-шут-ба-сира. Ля-шут-это плавать по поверхности воды. Вот лодочка-сира. Сира-это лодка. И а эти Ро-цэ-ла-шут-ба-сира. Я бы хотела плавать в лодочке. Хорошо. Теперь, пожалуйста, Эстер, ещё прочитай какие-то предложения. Например, здесь. Слово Даг – это? Это рыба. Рыба. Дагим – это рыба. Ля-дуг. Да, Дагим – это рыба. Ля-дуг – это рыбачить. Ля-дуг. Здесь гласовка У. Ля-дуг – Дагим. Хорошо. Ещё вот это, пожалуйста. Лев-гош-тайя-рим-меколь-аолям. Я бы хотела встретить или встречать туристов со всего мира. Обратите внимание, что все глаголы первые, которые стоят первыми, они в неопределённой форме. Инфинитив – шем, поаль. То есть после слова Роце – это тоже глагол. Все следующие глаголы стоят в инфинитиве. Ле-та-ель, ле-э-сов, ле-йот, ля-дуг, ля-шут, лев-гош. И вы можете также составлять предложение. После слова Роце обязательно нужно ставить инфинитив. Многие взрослые, которые только начинают учить иврит и не знают, как изменить глагол по временам и лицам, они используют этот глагол «лерцот». А дальше идёт любой глагол в инфинитиве. Как правило, их запоминают хорошо. Итак, мы читаем с вами заново наш первый человек, который записан в списке. Список начинаем читать заново. Пожалуйста, Марк. Видно тебя? Да, мне видно. Подожди, я нечаянно перелеснула. Сейчас ещё раз хотела сделать покрупнее, покрупнее и перелеснула. Пожалуйста, я надеюсь, тебе видно. Да, мне видно. Пожалуйста. Айти Роце. Подождите. Вот видишь, где я показываю? Посмотри, там, где мальчик говорит. Извините. Да, да, да. Ничего, ничего, не надо извиняться. Это бывает, что ты не заметишь, потому что эта ручка, она не всегда видна. Пожалуйста, Айти Роце Линсо, Лакинерет, Каль, Шавуа. Вот это слово себе запишите где-то крупно. Буква Кав, буква Ламет и внизу чёрточка, обозначающая А. Коль. А, Коль, обязательно его запишите крупно и напишите внизу транскрипцию. Коль, не Каль, а Коль, и вы быстренько запомните это. Итак, мальчик Ури сказал, Айти Роце я бы хотел Линсоа. Что он бы хотел, Марк? Линсоа. Линсоа Лакинерет. Приехать на Кинерет? Да, я бы хотел поехать Лакинерет Коля Шавуа. Да, поехать на Кинерет каждую неделю. Коль Шавуа – это каждую неделю. Коль Шавуа. Итак, ещё раз я вам говорю, что у слова Коль есть много всяких вариантов в сочетании с разными словами. Итак, сейчас мы с вами пришли как раз к грамматической форме глагола. Изменение глагола в прошедшем времени в зависимости от числа, от рода и времени. Ну, время у нас прошедшее. Итак, пожалуйста, Эстер, прочитай в первом столбике. Раити. Раита. Ураа. Ну, я просто по столбикам. Да, пусть-пусть. Раит. Ираата. Если у нас первое написано. Они, Раити, я видел. Здесь Ата, Раита. Ата, Раита. Ты видел. Ураа. Он видел. Следующий столбик. Это уже женский род. Для мужчин и для женщин слово первое... Глагол в первом лице Я одинаковый. А в женском и мужском роде отличается окончаниями. Раита. Раит. Это говорит мужчина. Это говорит женщина. И в Раа, и Раата. Это говорит мужчина. А Раата говорит женщина. О, что? Вылизывательная минута? Извините, кто спрашивает, я не слышу. Что спросили? У кого-то открыт микрофон? Это Эстер что-то там спросил. А, кто-то у неё сказал. Ничего страшного. Итак, это единственное число. Я, ты, он, ты, она. Теперь множественное число. Раину мы видели. Раитем вы видели. И Рао, Эм видели. Эм, Рао, они видели. Раитан. Это как бы никогда, мне кажется, не применяется. Но есть такая форма. Они, это в женском роде. А почему-то тут, кстати, неправильно написано. Гэн. А, они вот так, по строчке. Гэн, Рао. Они видели Рау, они видели Рау, и Раитем тоже они видели, но только для женского рода. Эти все примеры. Эти все примеры хорошо разбирать на предложениях, чтобы вы могли понять и запомнить, как это пишется. Мы остановились. Марк читал, Эстер читала, по-моему, да? Теперь Мира. Мира, прочитай, пожалуйста, что нам задано в следующем тексте. Хамтаэлим, хацьерим, мэмахэм. Мэса, посмотри, это буква самых, мэсаприм. Мэтаэлим, мы помним слово Митаэль, это один турист или один экскурсант, а Митаэлим, это туристы, молодые туристы или путешественники. Это слово все обхватывает в смысле Митаэль. Путешественник, экскурсант, турист, цейрим, мэсаприм. То есть дети из группы, которая путешествует, сейчас эта группа вся путешествует по окрестностям озера Кинерет, они рассказывают. Пожалуйста, Мира, прочитай, что же тут нам надо сделать. Остановимся на минуточку, потому что здесь запятая и здесь запятая. Мы сначала первую часть с тобой вместе попытаемся понять, а потом дальше пойдем. Итак, к Кашер, Аину, мы были, Аину, Батиюль, Бакинерет. Когда мы были на экскурсии на Кинерете, Раину мы видели, Сирот Дайагим. Помните, девочка спрашивала, можно ли прокатиться на этой лодочке? А ей сказали, это лодочка рыбаков. А с Сирот Дайагим мы видели рыбацкие лодки. Пожалуйста, дальше. Сахину, будешь Мира читать или дать Максиму? Нет, я буду. Пожалуйста. Посмотри, посмотри на точечку, обязательно обращай внимание, где точечка. Сахину, Бамаем. Лесход – это плавать в воде, а сахину мы плавали, прошедшее время мы плавали, Бамаем, в воде. Правильно? Теперь, пожалуйста, Максим, дальше продолжай. Смотрите, здесь все глаголы, которые нам сегодня встречались, они включены в это предложение. И это будет предложение-образец. Пожалуйста, Максим, дальше. К Канину Глида. Глида. Дальше. Шитину Митц. Митц. Ашину Асину Хаим. Дальше. Шитину Ли Шаэр. Дальше. Шам Арбезман. Шам Арбезман. Итак, кому нужно записывать, записывайте. Канину мы купили глида, мороженое. Шатину Митц. Мы пили сок. Асину Хаим. Мы делали жизнь. Это такое общее выражение, которое надо переводить оба слова вместе. И тогда вам скажут, что это получали удовольствие. Асину Хаим. Это проводите весело, хорошо, с удовольствием время. То есть мы хорошо проводили время. Рацину Ли Шаэр. Мы хотели оставаться. Шам Там Арбезман. Хотели быть там много времени. Теперь это же самое предложение каждый из вас может сказать от своего собственного лица. Как будет, когда я был на экскурсии на Кенерите. Как это можно фразу сказать? Пожалуйста, к следу Милана. Скажи, пожалуйста, такую фразу. Когда я была на экскурсии на Кенерите. Тут написано только вместо АИТИ. АИНу, ты говоришь про себя. Я была. Ну, ты слово, вот этот глагол переделай, чтобы он был про тебя. Правильно. 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 Вот вам задание такое, которое будет дано в учебнике, когда вы будете открывать эти страницы и надо будет вам исполнить. Вот был пример, как нужно его выполнить, это задание. И теперь мы с вами листаем страничку. И у нас здесь текст. Ой, опять перескочила. Сейчас вернусь. У нас текст научный. Все тексты, которые нам тут встречаются, они разнообразные. Есть информационный текст. Например, нам рассказывают какую-то информацию о месте, куда дети поехали. Или, может быть, это диалоги. Один спрашивает, другой отвечает. То есть два человека беседуют. Или здесь были, у нас уже встречались тексты объявления. Помните, ОДА, МОДА, когда объявляют, что мы едем на Кенерет и какие условия участия. Это еще один текст. Сейчас мы встречаем текст, который содержит научную информацию о чем-то. Например, мы сегодня читаем. Эмилия, пожалуйста, прочитай, как называется наш текст. Ам-нон. Ам-нон – это название рыбы. Посмотрите, вот здесь нарисована рыба. Она называется ам-нон. В русском языке у нее тоже есть какое-то название, но нам это не очень важно сейчас. Ам-нон, ам-нон, рыба ам-нон. Мы сколько успеем, у нас еще есть 7 минут, мы постараемся его прочитать. Пожалуйста, Марк. Ну да, откуда? Вот, начало бакинерет. Окей. Бакинерет еш арбедагим. Нам понятно, правда? Мы уже несколько раз идти дальше. В еш дак ахад. Эхад. Эхад. Ам-нон. Ам-нон. Очень хорошо. И последнее предложение твое? Лам-гун. Ме-ю-хад. Ме-ю-хад. То есть, есть одна такая рыба, что в кедерете очень много рыб. Но есть такая одна рыба, которая особенная. Ме-ю-хад. Особенная. И спрашивают. Лама у ме-ю-хад. Итак, теперь, пожалуйста, Эстер, ты читаешь следующее предложение. Ки. Смотрите, слово лама – это вопросительное слово. А в конце предложения стоит знак вопроса. Симан шейла. Следующее предложение уже ответ. И оно начинается со слова ки. Потому что. Правильно. Очень хорошо. Ки. Потому что ам-нон мегадель. То есть, растит э-д-а-д-ги-гим своих рыбешек. Смотрите здесь внимательно. Слово даг – это рыба. Дагим – это много рыб. А дагиг – это рыбешка. То есть, малёк. Маленькая. Обратите внимание, когда повторяется одна буква последняя два раза, то это способ образования уменьшительного значения существительного. И это существительное тоже во множественном числе. Мегадлим – это адгигимшило бапе. Пе – это рот. То есть, это рыбка. Когда из их икры выходят маленькие мальки, она их берёт в рот и там их охраняет. Так, пожалуйста, Мира. Читай дальше. Бапе шелон. Кэн – ба-фа. Пе. Видишь вот тут точечка Мира? Да, точечка значит Пе. Правильно. Итак, вопрос. Бапе? Кэн – ответ. Бапе. Ещё, пожалуйста, одно предложение. Ахарей. Ахрим. Шэхар гигим. Йоцим. Мин хабайцим. Эйцим. Байцим. Ахат хахорим. Ахат ахорим. Адин родитель. Горе – это родитель. Гора – родители. Горим – родители. Адин родитель. Что делает? А Амнун Азахар. О Амнун Аныкива. То есть, рыбка Амнун мужского рода и рыбка Амнун женского рода. Да? Они что делают? Шомрим. О Там Ба Пе. Ахат аорим. Мы не будем дальше читать то, что в скобках. Шомрим. О Там Ба Пе. Так. Дальше. Кто читает? Максим. Хочешь прочитать одно предложение? Да. Пожалуйста. Лошер. Ха А. А – это отец. Эт. Шомер. Б. Уло. Эт. О. Осев. А. Нет. Охель. Уло. Охель. Лохель. Б. Кашер. А. Эм. 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 Шомрим. Шомерет. О. А. 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 Их. Ба. П. Чи. Ло. О. О. Хелет. Очень хорошо. Итак. Когда отец. Кашер. Дать ответ. Мы это прочитаем на следующем занятии. Сегодня мы прочитали несколько страничек. Нам осталось одну страничку. Она будет перенесена на следующее занятие. Вы молодцы. Все старались. Все внимательно смотрели на экран. И я вам советую читать вслух с закрытым микрофоном. Когда микрофон закрыт, вы видите весь текст. Читайте его вслух. И слушайте, как читают другие дети. А также задавайте вопросы, если что-то вам было непонятно. Я стараюсь очень подробно все объяснять. Если все-таки что-то осталось не выяснено, задавайте вопросы. На этом мы с вами сегодня прощаемся. И приходите на следующей неделе. У нас есть два раза учебник. Один раз сказки, один раз словарное чтение. То есть мы читаем из толкового словаря маленькие тексты. Это очень полезное чтение. На этом до свидания. Всего доброго. Спасибо. Пока. Пока. До свидания. До свидания. До свидания.